Ни одна новая система плавно не перетекает в другую. Для того, чтобы создать новую систему, нужно сначала создать хаос. Более того, хаос нужен еще для одной очень важной вещи. Во время хаоса происходит сборка нового исторического субъекта, потому что новые социальные системы не появляются так автоматически. Сначала возникает новый исторический субъект, который создает новую систему. Потом она его подминает. Но вот мы сейчас увидим, как в ближайшие 50-60 лет будет производиться сборка этих субъектов и конфликт этих субъектов. Например, если говорить об истории, что такое XVI века в Англии? Прорисла сборка принципиально нового исторического субъекта. Английское, собственно, знать. Ломбардский капитал, немножечко тамплиеров и венецианцы. И все это успешно сложилось. Благоприятные исторические обстоятельства не убили Елизавету I. И вместо англо-испанской католической империи мы получили британскую империю, совершенно-совершенно другую. Вот сейчас идет сборка такая принципиально нового субъекта. Чем хороша эта ситуация? У меня есть ощущение, что эта ситуация выходит из-под контроля проектировщиков. Планировщик, и это не говорит плохо о планировщике. Смотрите, ситуация настолько сложна, что планировщик, который привык к определенным правилам, в новой ситуации он знает свою цель, у него есть план, но обстоятельства меняются так быстро, мерцающие шахматы. А он привык играть в обычные. И вот здесь у нас есть шанс. То есть, если я понял вас, то в условиях хаоса, в условиях вот этой неопределенности мы можем предложить свой проект, и этот проект имеет шанс реализоваться. Да, хаос – это обоюдоострая ситуация. Это ситуация, когда можно сыграть на опережение. И когда… Что такое хаос? Его еще можно охарактеризовать как точка бифуркации. Точка бифуркации – это точка, в которой у системы максимальный выбор, разумеется, есть некий коридор, но он резко расширяется. И в точках бифуркации не нужен сильный удар, нужен толчок в нужном направлении. И этот толчок может произвести очень небольшая по численности группа. Если брать русскую историю, это партия нового типа Ленина, которая по численности была небольшой. Мы сейчас не будем говорить о том, что за ними стоял фининтерн и так далее. Они действовали в определенных обстоятельствах. И вот эта группа небольшая, она оказалась, потому что они толкнули историю в нужном направлении.